Глава 6. Антиквар Внезапное явление художника Понте-Корво на стоянке, да не какой-нибудь, а служебный и вполне охраняемый, повергло чекистов во вполне простительный ступор. Они даже не вдруг отреагировали на прозрачное хамство, когда старик намекнул на их мыслительные способности, но всё же отреагировали. Бецкий опустил пистолет, а потом и вовсе спрятал его в кобуру. — Вы, дедушка, как вас там, извольте подбирать выражения? — Так точно, мы вам не внучки, — подтвердил Быхов, в свою очередь затихлив оружие. Вредный дед выдержал паузу, которую истратил, чтобы нарисовать взглядом треугольник с двумя представителями конторы в основании и антикваром в вершине. Он даже не шелохнулся, по-прежнему опираясь на трость. Тишина стояла мёртвая, насколько такой эпитет вообще можно применить к вечернему городу со всеми вручащими авто, гомонящими людьми и прочим звуковым сопровождением. Точно так и теперь рядом урчал литейный, переваривающий транспортный поток, словно удав, который проглотил макаку. Из отворённого окна курсантской общаги напротив большого дома раздавались вступительные акты вагнеровского тангейзера, но, в целом, надо признать, было очень тихо. Наконец художник тишину изволил нарушить, соорудив предварительно на лице крайне недовольную мину. — Будь вы мои внучки, дорогие инквизиторы, я бы вас взял за уши и стукнул лбами для понимания, ибо вы, как я вижу, не понимаете. — Да говори толком! — вспылил Быхов, всё же уставший достаточно для полной утраты вежливости. — Что мы не понимаем? — Ничего! — пояснил старик, от чего, согласимся, понимания не прибавилось. О чём и сообщил Бетский. — Что ничего! — Нет, я, честное слово, сейчас отведу этого типа куда следует и поговорю по душам! Пантекорова переместил палочку поудобнее, оперевшись на неё двумя руками. — Сводки вы не читали, вам было не досуг, но я вас просвещу. В городе убийца, он теперь уже наверняка знает о господине Ровном, о его роли и его осведомлённости в этом деле. Так как книги у него нет, он господина Ровного просто убьёт, как уже убил Артёма Петухова и его жену, и ещё, по меньшей мере, два десятка человек только за сегодня. Его не получится запугать, уговорить, разжалобить, воззвать к разуму. Может быть, господин Ровный его самого даже не увидит, но итог один — смерть. Насколько я знаю его обыкновение, он к нашему антиквару уже наведывался, но тогда он не был первоочередной целью, потому что не успел влезть в дело по уши, как теперь. А значит, был малоинтересен. Ныне совсем иное дело. Убийца его не оставит, он выпотрошит его, не позднее завтрашнего утра, а потом заберёт то, зачем явился. И нам бы лучше это пресечь, хотя бы потому, что усылать человека на верную гибель — грязная затея. Вы согласны? Бедский, Быхов, да и антиквар лишь глазами захлопали под аккомпанемент тангейзеровых скрипок. Кирилл даже изумился про себя, но не осведомлённости странного старика, а против всякой логики и связи с моментом музыкальному выбору невидимого курсанта. Надо же, Вагнер, не Виагра какая-нибудь. А вот чекисты мыслили куда более рационально. «Откуда он знает про книгу?» — подумал Быхов. «Кто это вообще такой? Однозначно, увезти и прижать старого хрыча!» — подумал Бецкий, а вслух собрался спросить документы, но не смог, потому как старый хрыч опять заговорил. «Про книгу, господин офицер, я знаю потому, что сам немало лет потратил на то, чтобы понять, что именно я ищу, а потом найти. И это чудо, что я нашёл её первой, раньше убийцы». Дед слегка поклонился Быхову, а после Бецкому. «Вы, господин офицер, совершенно напрасно думаете отвезти меня в застенок с целью поговорить. Я сам расскажу вам всё, что знаю. За этим и пришёл. Кстати, благоволите». Дед залез во внутренний карман в пиджачках и протянул Бецкому паспорт. Тот, ещё глубже погрузившись в ступор, машинально принял его и прочёл. «Гектор Аурелио Павлович Понте-Корво. Что за дьявольщина, что за чёртово имя? Сын испанских коммунистов или итальянских? Какого он года рождения? 1910-го? Вам что, больше ста лет?» Чекист поднял голову от краснорожьей паспортины, только теперь поняв, что корочки старые, советского ещё образца. «Это не имеет отношения к делу». Художник отобрал документ и, пряча его на место, сказал. «К делу имеет отношение только одно. Куда вы собираетесь девать господина Ровного и как защищать?» Антиквар, которого изрядно достало то, что его судьбу обсуждают в его же присутствии в третьем лице, вовсе не подумав поинтересоваться мнением, отошёл от машины. «Эй-эй, дорогие товарищи, куда меня девать и от кого защищать? Вы бы спросили, что я обо всём этом думаю». Все трое, чекисты и художник, воззрились на него, как на внезапно разболтавшийся шкаф или, скажем, тумбочку. «А я вот что думаю. Я вам бумаги отдал?» Кивок в сторону инквизиторов. «У меня больше ничего нет. Я никому не нужен. Я хочу домой. Меня едва не загрызли сегодня или ещё что. Таким образом, я прямо сейчас сажусь в машину и сваливаю отсюда. И знаете что? Пойдите вы нахер со своими загадками». Кирилл взялся за исполнение своей импульсивной и, надо признать, не шибко разумной программы со всей страстью. Развернулся, шагнул к Паджеро, отпихнув старика, который пытался заступить ему дорогу, а открыл дверь, запрыгнул в кресло. «И вы, гражданин и художник, тоже! Пойдите нахер!» Крикнул он, высунувшись наружу. После чего дверь захлопнулась, мадор зарычал и джип, взвизгнув шинами, рванул к литейному. Старик с досадой хлопнул ладонью по бедру. «Ну что же вы, а? Почему вы его не задержали?» Бецкий пожал плечами. «Наверное, потому что мы не в нацистской Германии». «Как мы его задержим? На каком основании?» «Да не подозреваемый, а свидетель!» Быхов, явно успокоившись и прекратив удивляться непонятному деду, закурил. «Да как же вы не понимаете, я имел в виду удержать от дурацких поступков, а не задержать в юридическом смысле!» «Мы сотрудники при исполнении, у нас любой смысл юридический!» Веско постановил Бецкий. «Кстати, насчёт юридического смысла!» Быхов выдохнул дымом. «У вас, гражданин, мы прямо сейчас задержим и побеседуем». «Это на каком основании?» «Паспорт ваш недействителен, а значит, ни личности, ни прописки. Пока всё это будут разъяснять, мы будем разъяснять насчёт вашей неожиданной осведомлённости в делах, которые несут гриф секретности. Проще говоря, откуда вам известно столько интересного и что вы знаете ещё? Прошу пройти». Быхов шагнул в сторону и сделал приглашающий жест рукой. «Мол, извольте с нами». Художник же, устало вздохнув, снял шляпу и принялся промакивать под солба старомодным носовым платком с цветочной каёмочкой. «Нас ждёт интересная ночь, господа инквизиторы!» «Сказал он наконец». «Ночь, падавшая на город, в самом деле задалась. Впрочем, это как посмотреть. В смысловой её середине располагался худой человек в чёрном. Он стоял на пешеходной дорожке Вантового моста, далеко от геометрического центра, и смотрел на город, и улыбался, вглядываясь в разгорающиеся огни мегаполиса. Человек-прохожий никогда не угадал бы, что смысловой центр сегодня располагается в этой точке пространства. Но под тросами Вантового моста в это время на грани ночи никто не ходил, поэтому угадывать было некому. Возле паба-башня, что на улице Куйбышева с перспективой на Петропавловку, стоял молодой человек. Оден он был прилично и сообразно погоде. В джинсы, лёгкую клечатую рубашку и пронзительно модные ботинки, в которых специалист опознал бы последнюю коллекцию Марио Бруни. Однако лицо его настолько не вязалось с добротным платьем, что редкие прохожие предпочитали обходить паренька по широкой дуге. Непонятно почему. Рот был безвольно открыт, по подбородку струилась слюна. Глаза, безо всякого выражения, смотрели по схеме один на вас, а другой на Арзамас. Настолько расфокусированным казался взгляд. Иногда он пошатывался и переступал с ноги на ногу, наводя пустые зрачки поворотом всего тела. Голова оставалась неподвижной. «Наркоман какой-то!» Испуганно взвизгнула девушка, выбравшаяся на променад с подружкой, которая подтвердила такое наблюдение. «Упоролся чем-то, пошли скорее отсюда! Куда только полиция смотрит!» «Хух! Полиция! Полиция наверняка ему эту дрянь не продала!» Сказала первая девушка и на своё счастье пропала с освещенного пятачка перед пабом. Через минуту-другую двери башни отворились. Выпустив на улицу гитарные переборы Карлса Сантаны и мужчину в компании обворожительной спутницы. Мужчина отличался борцовским сложением и манерами доктора Ватсона. Спутница – тонкой талии и выдающихся размером декольте. Обоим хотелось солнца и никотина. Солнца не было, никотин был. Дама сжала алыми губами сигарилу, которую добыла из сумочки, а кавалер извлёк огонь из манерного зиппо. Более они не успели сделать ничего. Или почти ничего. Если говорить с академической достоверностью, джентльмен достал из кармана пачку мальбора, собравшись отправиться в страду настоящих мужчин. В сей миг неплохо было оглядеться и рассмотреть лицо молодого человека в модных ботинках, а рассмотрев, бежать без оглядки. Потому что он вдруг сфокусировал взгляд и шагнул к парочке. «Что вам угодно?» Поинтересовался борец, попадя необъятными плечами, а пачка сигарет хрустнула в кулаке. «Да ну его, Альбертик!» Сказала девушка. «Юноша так на тебя смотрит, что я волнуюсь. Не надо ли ему чего?» «Повторяю, вы хотели что-то спросить, если нет?» Парень, весь организм которого уместился бы в объем одного борцовского бедра, вдруг с неуловимой глазом скоростью и жуткой силой саданул мужчину в горло. Тот захрипел, выпучив глаза, и ухватился руками за шею. Сигареты, выпавшие из пачки, рассыпались по асфальту. Молодой человек, тихо застонав, прыгнул на борца и вцепился зубами туда, где под кожей пульсировала сонная артерия. С крюченными пальцами он притянул голову мужчины, а челюсти сошлись на шее. Ударил фонтан крови. Девушка заверещала и, против обыкновения многих представителей этого племени, не стала заламывать руки и хлопаться в обморок. Она отбросила сумочку, а в кулаки ее засверкал нож. Шаг и клинок дважды погрузился под лопатку существа, которая висела на ее кавалере. Третий удар девушка расчетливо направила под ухо, повернув рукоять и за волосы повалила обливающегося красной влагой парня на тротуар. Борец повалился каренопреклоненно, его качнуло, и он упал подле своего убийцы. Только тогда девушка отбросила нож, прозвеневший по асфальту нечто траурное, и кинулась спасать. Впрочем, поздно. Зубы вырвали слишком много плоти. Заделать такую рану могла бы реанимационная бригада со всем оборудованием и то, как повезет. Напрасно она зажимала шею носовым платком. Клочок ткани мгновенно вымок в крови, что продолжало и продолжало хлестать. Борца с манерами доктора Вассана трясло. Он уже не мог выговорить ни слова. Сознание оставляло его. Оставляло и жизнь. Прохожие, как теперь заведено, разбегались в стороны, а из дверей паба на воплю девушки наконец выбежал администратор, окутанный светом и гитарными переборами Карлоса Сантаны, который никак не мог разделаться со своими путями зла. Кто-то еще бесполезно суетился в проходе, и администратор рябкнул. «Кто-нибудь! Вызывайте скорую и полицию! Быстро!» После чего повлек девушку в паб, прочь от уже почти затихшего кавалера, который остался с убийцей в одной на двоих луже крови, антрацитно сверкавшей в лучах фонарей. Минут через десять послышался вой сирен. Еще через пять минут полицейские, санитары, доктор, управляющий башней, рыдающая девушка и еще какие-то непричастные люди растерянно стояли вокруг совершенно пустого кровавого пятна, а проблесковые маячки дразнили их синими бликами. Через четверть часа полицейские опрашивали единственного свидетеля, которое нес совершенную дичь, правда, совершенно же объяснимую. Свидетелем оказался бомж в состоянии явно неадекватном. «Я же говорю, ёба-мать, встали и пошли. Я же вам говорю, ёба-мать, сперва лежали, а потом встали и пошли. Я едва не обосрался, ёба-мать. Что, живой? Не-е-е, мертвый, мне ли не знать. Зубавиш вцепился. У нас так, Петрович, в том году собаки порвали по зиме. Куда пошли? Да я не смотрел, ёба-мать, я же едва не обосрался!» Полицейский сержант сплюнул сквозь зубы и сказал, «Толку с него, он или бухой или клею обнюхался, а может, всё вместе». — Да, — ответил ему напарник и покачал головой. — Что, да? — Он-то явно бухой, а вот следы все равно есть. — Какие следы? — Ну ты глазастый, сам смотри. Кто-то встал из лужи крови и пошел в сторону набережной. — Быть не может. — Не может, — согласился напарник. — Не может из человека вытечь столько крови, чтобы он потом встал и куда-то пошел. Второй полицейский, помолчав, дословно повторил диагноз, поставленный городу художником Понте-Корво. — Нас ждет интересная ночь. Интересно было и в судебном морге, который мы, читатель, недавно оставили в столь драматической обстановке. Как уже было отмечено, огромный, не самый благополучный город исправно снабжался ее заведения криминальными трупами. Про такую настойчивость принято говорить с упорством, достойным лучшего применения. Но тот день выдался уж очень урожайным. После стрельбы на проспекте Энгельса, всех бессмысленных драк, которые так горячо обсуждали в главном управлении МВД, в морг поступило какое-то уж очень сверхнормативное количество тел. Их приходилось приходовать, размещать, распихивать по экспертам. Из-за всей этой суетой совершенно пропало впечатление от вчерашнего ЧП. Если говорить с академической точностью, пропали главные свидетели самого ЧП, а впечатления вместе с ними. Рыжая красотка Дарья Михайловна написала свой счет, покинув город в направлении, кажется, родной Казани. Импозантный доктор Семенов слег на больничный. Его коллега Виталий Павлович и худенький лаборант Жора просто пропали, не отвечая на телефонные звонки. А уж звонков хватало. Работы подвезли в таком количестве, что руки были в дефиците. Начальство срочно выдергивало всех, кого можно. Обстановка была по-рабочему нервная и напряженная. Личный состав, от санитаров до дирекций, бегали, как ужаленные олени, не разбирая дороги. Все в мыле. До самой ночи всем было не до какого-то там странного происшествия, которого никто не видел. А то, что слышали, отдавало матерой шизофрении, которую даже повторять-то стыдно. Впрочем, повторяли. Слышал, что вчера в дежурство Семенова было? Ну и ты-то, Даша, будешь Дашкину чушь пересказывать, про то, как оторванная голова зубами клацала. Да ты чего, я же не больной. А вот откуда на тех телах, ну, ты понял, колотерезные взялись? А откуда ты знаешь, что взялись? Ты совал нос в то описание, что полицейский эксперт предложил к трупам? В каком они были состоянии? Там не то, что колотого не заметишь. Там чёрт ногу от того. А наши козлы нормального заключения не сделали. И где теперь тот Семёнов? И Палыч, мать его, идти? Это ж мы сегодня за них горбатиться будем. Ощущаешь? Я ощущаю. Я не ощущаю только, откуда такой бардак в секционной? Господи, или Петрович нажрался и своротил тело с каталки, или сволочь Дашка в обморок того. Или всё до кучи. Но, слушай, а чё все говорят про какого-то деда чуть ли не с саблей? Блин, давай серьёзно поговорим про Шона Коннери, который прыгал с метровой заточкой в секционном зале и рубил ожившие трупы. Ты докурил? Тогда пойдём вкалывать вместо пидора Семёнова. Вот такое общее настроение витало в бюро судебно-медицинской экспертизы. И насчёт пидора Семёнова, который отлёживался дома, и насчёт липового ЧП, будто и не было ничего. Признать подобную овертюру интересной, признаемся, затруднительно. Однако ночной первый акт не подкачал. Если взглянуть на бюро с тех позиций, что доступны обычно птицам и вертолётчикам, то ночной пейзаж между Екатериненским и Пискарёвским проспектом был роскошен и даже манил. Улицы утопали в зелени, там царила прохлада, стоя редкая в изжарившемся бетонном мегаполисе. Должно быть, упоительно пахли липы. Мог возникнуть соблазн прогуляться в этом почти парке. Но при ближайшем рассмотрении все благостные мысли у нормального наблюдателя должны были улетучиться. Примерно в полночь из здания морга раздался мучительный вопль. Короткий, но такой пронзительный, что даже капитальные стены его не удержали. В воплю наследовала тишина, которую распороли пистолетные выстрелы. Потом был ещё один крик. А потом двери распахнулись, и из них выбежал дико озирающийся человек. Выбежал очень быстро, невзирая на явно нелегкоатлетический возраст. На дорожке перед моргом он споткнулся, упал, завозившись, но споро вскочил, и всё тем же хорошим малюром умчался в темноту, туда, где её пятнали недалёкие фонари проспекта. Вслед ему из дверей по ступенькам заструилась кровь. А после на улицу стали выскакивать ноги и человеческие фигуры. Рассматривать их вблизи было некому, но если бы довелось, наблюдателя поразила бы и синеватая бледность всех участников ночного забега, а также то, что почти все тела несли на себе явные изъяны. Рассечение, колотые дыры, дыры, которые могла оставить только пуля или дробовая особь, и так далее. Далее, в самом конце, медленно и неуверенно, но всё-таки двигались совсем некомплектные фигуры. У одной из них от головы осталась лишь нижняя челюсть, другая отличалась раскрытой грудной клеткой, ещё одна, без ноги, передвигалась на трёх конечностях, как обезьяна. Всего морг покинуло не менее двух десятков жутких гостей, которые направились в город в сторону Невы, и город по маршруту их следования полнился криками редких ночных прохожих. Истории, подобные этой и тому, что случилось на улице Куйбышева, случались и в иных местах. Странные люди с пустыми глазами, а также люди, явно расставшиеся с жизнью, брели, шли, а то и бежали по улицам, стягиваясь к какому-то невидимому центру. И тем, кому не хватило сообразительности или удачи свернуть с их пути, чаще всего приходилось тухло. Их рвали зубами, ногтями, душили, убивали палками, кирпичами, всем, что оказывалось под руками. Редким счастливчикам удавалось от бицей сбежать. Те же, кому не повезло, оставались покойны очень недолго, после чего поднимались и шли вслед своим убийцам. Высокий худой человек в черном костюме улыбался, стоя на вантовом мосту, а глаза его напоминали глаза насекомого, которые, казалось, смотрели сотнями фасеток в сотнях направлений сразу. Но никто в ночной час не мог заглянуть в эти глаза. Субтитры создавал DimaTorzok